Приседанное в Евангелии Святого Апостола Иоанна Богослова. Насколько великое зло зависть, и как она скрепляет душевные очи вопреки собственной пользе и самого одержанного ей. Как беснующиеся часто обращают мечи на самих себя, так и завистливые, имея в виду только одно, вред тому, кому завидуют, теряют собственное спасение. Они хуже диких зверей. Звери нападают на нас, имея или имея недостаток пищи, или, будучи наперед, нами самими раздражены. А те, и будучи облагодетельствованы, часто поступают с благодетелями, как с врагами. Так они хуже диких зверей и подобны бесам, а может быть и их хуже. Бесы имеют непримиримую вражду только против нас. Они делают козни против подобных себе по естеству. И этим-то и Христос заградил уста иудеям, когда они говорили, что он изгоняет бесов силу и вильзевула. Но завистливые не уважают и единство природы, да не щадят и самих себя. Еще прежде, чем повредят тому, кому завидуют, они мучат собственные свои души, наполняя их напрасно и без нужды всяким беспокойством и недовольством. В самом деле, для чего ты скорбишь, видя благополучие ближнего? Скорбить, конечно, следует нам, когда мы сами терпим зло, а не тогда, когда видим благополучие других. Потому грех этот не может иметь никакого извинения. Блудник еще может указывать на похоть, вор на бедность, человек-убийца на раздражение. Хотя и эти извинения пустые и неосновательные, но все же могут иметь вид оправдания. А ты какую представишь причину, скажи мне? Совершенно никакой, кроме одной крайней злобы. Если нам повелено любить врагов, а мы ненавидим и любящих нас, то какому подвергнемся наказанию? Если любящий, любящих его, ничем не выскоязычников, то злобствующий против людей, ничем не оскорбивших его, какое он может получить прощение, какое помилование? Послушай, что говорит Павел. Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. А что там, где зависть и ненависть, уже вовсе нет любви, это всякому ясно. Зависть хуже и блуда, и прелюбодеяния. Эти пороки ограничиваются теми, которые делают их. А преобладание зависти не испровергало целой церкви и делало зло всей вселенной. Она мать убийства. Так Каин убил обратно. Так Исав хотел убить Иакова. Так Иосифа, братья. Так всех людей, дьявол. Ты не убиваешь. Да, ты делаешь много еще хуже убийства. Когда, например, желаешь, чтобы брат твой потерпел бесчестие. Когда со всех сторон расставляешь ему сети, расстраиваешь его труды, подятые им ради добродетели. Досадуешь, что он угоден Господу вселенной. Таким образом, ты уже враждуешь не против него, а против того, кому он служит. Его оскорбляешь, когда собственную свою честь поставляешь выше его чести. А что всего ужаснее, грех этот ты считаешь безразличным, тогда как он тяжелее всех других. Хотя бы ты подавал милостыни, хотя бы вел трезвую жизнь, хотя бы постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату своему. Это очевидно из следующего. У коринфян некто впал в любодеяние, но, будучи обречен, скоро исправился. Каин позавидовал Авелю и не исправился. Но даже когда Бог непрестанно напоминал ему об его болезни, он еще более мучился завистью, раздражался и стремлялся на убийство. Так, нет ничего упорнее этой страсти, и нелегко она отступает, уступает врачеванию, если мы не будем внимательны. Потому и сторним ее из себя, с корнем, представляя себе то, что как мы оскорбляем Бога, завидуя чужому добру. Так, благоугождаем Ему, сорадуясь другим, и себя делаем участниками благ, уготованных людям добродетельным. Потому и Павел увещевает радоваться с радующимися и плакать с плачущими, чтобы от того и другого получить нам великую пользу. Итак, помня, что хотя бы мы сами не трудились, а только сочувствовали трудящимся, мы можем разделять с Ним венцы его, оставить всякую зависть и нас насадим в душах наших любовь, чтобы, сорадуясь благополучию братьев наших, мы могли сподобиться благ настоящих и будущих. Благодатью человека любим Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и призна и во веки веков. Аминь. Божий, милостивый, будь ко мне вешен, создал меня Господь, и помилуй. Весчая слава Господь, что я собрешу, и помилуй Христи, и посвятение Христово. Имею слово сказать. Сегодня Церковь отмечает празднование воздвижения Честного Житворящего Христа. Для вас, для нашей общины, эта дата особая. И я сейчас поясню. Я хотел сказать это на улице, как всегда при выходе из храма, когда выйдем из церковной ограды. Но на улице холодно сегодня. Для меня, в первую очередь, эта дата имеет знаковое значение. 44 года назад мы приезжали сюда, когда исчезла Потеряевка, отдыхать. Постепенно сделали ограду, перемещались с места на место, нас гоняли здесь. Но мы первым делом искали тонкую, прямую березу. Березку. Делали крест и поднимали его при пении к кресту Твоему поклоняемся. Я вижу, мои племянники стоят здесь. И они это все помнят. Потом, как этот крест надо было прятать? Рядом были пастухи из Корчина. Могли надо ругаться. Нам все надо было прятать. И пенопласты, и одежды. Сколько схронов этих делали. Так что дети, которые большие были, из армии даже приходили, они подходили к тем местам, где мы среди Заруси и Крапивы, или в лесу делали, с завязанными глазами, чтобы никто не знал, нигде не солгать. Копали, крыли, скрывали, и после с закрытыми глазами уходили оттуда. И дети поэтому на допросах никто не могли показать, где что у нас хранится. Мы могли принимать здесь священников. Тайно совершалась литургия в лесу, сохранились снимки тех времен. И первый, кто здесь приезжал, отец Наум Борщуков, еврей, который обратился через мою проковедь. Вот с этого я и начну. В Новосибирске сегодня престольный праздник. Крестовое движение. Почему? А вот этот торжественный момент поднятия креста я взял за основу. И об этом написал Синод. И они утвердили название община. Иначе она могла бы называться по-другому. Поэтому сегодня исполняется ровно 53 года. Как я встретился со Христом. Как получил в руки Святую Библию. Все было бы по-другому в моей жизни. У вас ни одного здесь не было бы. Ни одного, никто и вообще нигде. В этот день полыхнул огонь в моей груди. Господь говорит, как я хочу извести этот огонь. Где бы я был? Подумать страшно мне теперь. Когда бы не то открыл я дверь. Не то и бы улицы прошел. Христа не встретил. Не нашел. Я немного переначиваю эту мирскую песню. При том, что я уже имел к этому времени в себе твердое решение уйти за границу. Учился в мореходном училище. Преодолел конкурс. 14 человек на одно место. А у Бога уже были планы о мне. У меня только одно горело. Как отомстить коммунистам за поруганную страну мою? Я был необыкновенно патриотичен в это время. Тренировался. Готовил себя на смерть. И вдруг этот свет воссиял. Как на пути в Дамаск. Сам бы некогда. Вы замечаете в детях, что они больше всего любят. Если это хорошее, постарайтесь возвысить. У меня была особая любовь к бабушкам. Дедушек-то нету. Жили исключительно бедно, как бы. Десять детей, отец инвалид войны. Дали мне три рубля. Поезжай до Барнаула и поступай куда хочешь. Билет до Барнаула 2.30. Остальные 70 копеек мне на расходы. Найди квартиру. Купи книги. Сдай экзамены. Питайся. Все здесь. Иду на вокзал носить вещи, когда сходит кто-то. У кого лежит что-то дома нераспиленное. Кому-то помочь. Я благодарю Бога. Не за судьбу. Судьбы нет. А вот что именно так Бог устроил. Я видел этих бабушек, которые выкинуты. И старался сэкономить по копейке и подать им. Я хвалюсь моим Господом. Пою им аллилуйя. Это заложили отец и мать в нас. Видеть нуждающихся. Отец все время был пастухом. А трудно было. Волки прямо в дом заходили. В дом. Рядом. У нас овечки рядом были. В 10 метрах от дома. Задавили двух овец и съели. Прямо возле дома. Мы ходили в корченое. Видели волки лежат. Идем мимо, как будто это собаки какие. Господь знает. И вот среди этих опасностей. Готовил меня для чего-то. И вот после армии я не знал, куда пойти. По карте вожу пальцем уже в Москве у брата. И вдруг останавливает с собой палец на Латвии. Почему? Вспомнил, как среди нас служили латыши. Какие они рослые, русоволосые, красивые, работящие. Ни одного знакомого. Тогда у меня уже деньги были большие с собой. 6 рублей. Азади техникум, диплом. Бесцельная жизнь. И уже в дороге начал изучать латышский язык. И далее. Вот на этих бабушках Бог меня поймал. Поступаю в высшее мореходное училище. Схожу на берег. В кино. Надоелось среди волн быть. По суше походить. Бабушка несет какие-то сумки. Подошел. Бабушка, давай я по волну. Развивайте в детях вот эти качества милосердия, любви. На этом Господь может забросить крючок и поймать тебя. О дороге уже разговаривали. А если у вас кто молится? В церкви не знал. Воздвижения не знал. Отец называл этот праздник сдвижения. В простонародье-то все календарю применяют. А что такое? Вся тварь панорам. Змеи, ежи ложатся спать. Он так объяснял. Сдвижение. Покров, эта земля снегом покроется. Ну, знаете, какая вера была. Она говорит, а вот дом. Тут собираются, молятся. Кто такие, не знаю. Я пошел. Оказался дом баптистов зарегистрирован. Но там были 50-ти эти объединенные. В то время власти заставили с ними быть вместе. Я зашел. На латышском языке звучит проповедь. У них так, как бы винтовая лестница и высоко кафедры. И туда заходит пресс-фитеру. По их мнению. Путитис. Я его слушаю и не понимаю. Что значит внимание? Ко мне подошел мужчина латыш и по-латышски спрашивает. А вы откуда? Я сказал, с корабля, черноморец. Но я не понимаю, что он говорит. Как не понимаете? Вы по-латышски говорите. Я не понимаю слова. Я не встречал таких слов. Он говорит, а вот дверь. За дверью тут русское собрание. Я зашел. Но они говорят, я и этого не понимаю по-русски. Блаженно. Я никогда не произносил. Нищие духом. А у них большая простынь. И выше-то мулиная называлась. Вся вот эта нагорная проповедь. Я считаю. Ближу время уже идти в кино. Перешагнул. Которые на коленях молятся. За мной вышел один человек. Как тулу будете? Он прервал молитву. Потому что знал, что есть нечто большее. И уже на завтра я был у них дома. Это было 26-го. Пришел к ним 27-го. Там впервые я выделил книгу «Новый завет». В черном дерматиновом переплете. Они в комнате остались. Там обедают. Я не сел за стол. Взял эту книгу и читаю. Там все божественное. Начал выписывать. Нет, не выписывать. Скорее надо считать. Я из книг везде по букве собирал буквально. Божественное. Это 27-е. Время приближается к 5-ти часам вечера. Когда они зашли, ну и как? Я говорю. Какая хорошая книжка. Они говорят, не книжка. Это Новый завет. Я не знал, что Новый завет есть и ветхий. Слово Библии я слышал. Когда человек не понимает, то говорят. Ну что ты там? Про Библию упоминают. Толстая книга, Библия. И они предложили мне помолиться. Я уже считал Нагорную проповедь. Когда они зашли. Они молятся по-своему. А мне предложили, ну помолитесь. У вас есть что сказать? Я с детства знал Богородице. Дево радуйся. И достойно есть. Больше ничего не знаю. Ну молись по-своему. И я стал клавить с земными поклонами. В баптистском доме. А они услышали, что ветер шевелится. А при бурном дыхании ветра в 50-е сошел Дух Святой. Но они подумали. Дух Святой посетил. И они сказали. Проси, чего хочешь. Бог услышит и ответит. У меня все есть. Здоровье есть. В это время я работаю. У меня достаток. Учусь. Чего мне надо? И я понял. У меня нет веры. Но перед этим. Ляйб сказал, что я изучаю разные языки. В это время я занимался на семи языках. А они открыли Деяния 2 глава. И показали, как апостола. В омкновение лога стали говорить на других языках. А я говорю, этого не может быть. Это очень большой труд знать иностранный язык. А вот так. Если вы не верите этому, другой другому. У нас одни корочки останутся от этой книги. Я тогда сказал, Господи, дай мне веру. Поверить в Тебя. Уже сказали мне, что Он умер именно за меня. И что эта книга содержит откровение Божие. Это не буквы. Это глаз небесный запечатлелся в буквах. Это было 27 сентября. С крестовозвижиями я не соединял. Дальше все остальное пойдет. И лагерь и прочее. От этого дня. Но этот огонь Бог повернул уже в другое место. Он был как бы разлитый во мне. Я хотел молчать. Мне запрещали. С корабля пришлось уволиться. С училища уйти. Начался новый этап. Меня стали гонять по социальной лестнице. На самом низу. Чернорабочие. Нигде не дают работать. Только гонят. И я понял. Это моя жизнь. И она привела вот к тому, что я стою здесь. Сегодня просчитал только в интернете. Алтайская епархия опубликовала, что был у нас митрополит Сергий. И поминают все. И этого бы не было. Здесь у нас стоящее. Прямо и легкоственно связано с этим днем. Запомните его. Батюшки не было бы. Он уверовал. Через проповедь. Потом обратилась сестра Валентина. Не было моих дорогих племянников здесь. Я бы не познакомился с Устиновым Александром Ивановичем. Отцом Володи. Вот не было бы. И по порядку так каждого. Не было бы жены моей такой. Друзей. Не было бы книг. Не было бы выступлений. Помню первый стих, который запомнился мне сразу. Бог дал мне память. У отца была просто феноменальнейшая память. Видимо, как-то это отражается. Евангелие от Яна 8, 44. Самый грозный стих. Он мне и лег. Господь говорит иудеям. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он есть человек-убийца от начала. Нет в нем истины. Когда он говорит ложь. Говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. И с этого момента, если Господь не обречит, я иначе сказать не смогу. Я боялся лжи как огня. Учиться от лицов мой за революбином. И что сегодня считали от зависти. Зависть накроет меня с ног до головы. Именно от тех, которым я более всего проповедую. От священников православных. 53 года я проповедую и людей направляю в храмы Московской Патриархии. А оттуда артиллерия. Оттуда вся война идет против меня. И это Бог назначил. Не было бы сайта во свете Библии. Не было форума во свете Библии называется. Не было бы видеоканала во свете Библии. Этого бы ничего не было. Не было моих тысячи ответов. Не было бы университетов, где преподавал школу, милиции, воинских частей, заводов, фабрик. Ничего не было бы. Но если бы я просто обратился, ну какой был бы, тепло-хладный, остался. Но так как во мне тогда уже был тот огонь, Златоуст говорит, Господь поворачивает книжек, которые выносят из сокровища старое и новое. В этот день я умер для мира. Была смерть. В этот день я родился заново. Было рождение. В этот день было венчание. Я вручил вас единому мужу Христу, говорит апостол Павел. Я это все принял для себя. И поэтому сегодня в пять часов, если Бог вам это напомнит, возблагодарите Господа, если есть за что. Если вы как-то осознаете, что связаны с этим днем, с моим обращением ко Христу. Наш Бог достоин этой хвалы. Не было бы потеряевки. Ее просто не было. Густое место на карте. Не было бы того, что мы сегодня делаем. И вот за все, за все, осознав, надо поблагодарить Бога. Остановиться. Размыслить о пути своем. И далее считаю, запоминаю и выписываю. На корабле. Мне кажется, я переписал на несколько раз Новый Завет. В это время. Я славно слал письма родным и близким. Первый, кто заинтересовался ближе, это Аким. Аким. Так мы называли его. А дальше сестра, еще одна, брат, встречается. Вторая, третья. Мама присоединилась к церкви. Священства не было. Было просто беспоповство. Вот как здесь кержаки. Такой бы и остался. И вот эта дата, она связана с тем, что я любил. И Господь забросил крючок бабушки, занятия языками. Я не встретил никого еще, кто бы обратился именно через это. Потому что это особый путь. Ну кто из вас занимается языками? И я именно на них вышел, на этих людей. Когда не знал, пальцем водил по карте, куда поехать. В Грузию хотел поехать. У Бога другой маршрут. Назначен был для меня. Моя заслуга заключается в том, что я, не осознавая, подчинился этому наитию. Другой заслуги моей никакой не было. Дивный Господь, который по сегодняшний день дает память об этом. И я ее оставляю вам. Вернее всего, я бы не был живой при моем настрое. Я бы присоединился к чеченским махабитам. Куда угодно. Но только не со Христом. Христа не знал. И делал это все во имя Христа. Отомстить евреям, что они распяли жидам. Жидам. Что они распяли Христа. В церковь заходил две стречки. Божией Матери и Христу. Но Матерь это выше, конечно. А она Мать. Рассуждения-то какие. Позавчера мне звонит наша бывшая сестра. Здесь она в другом месте. Татьяна Никитина. И говорит. Дочка работает бортпроводистой на самолете. Вы знаете. И вот она привезла пищу. Называется кошерная. Слово кошерная это очищенное, чистое. Запечатанное в пакете. И в самолете говорят. Кому кошерную пищу? Евреи только ее будут есть. Ну образно сказать так. Я лечу из Финлянии в Нью-Йорк. Финэр. Команда. И они разносятся. Я и по-английски говорю стюардесса. А у нас пост. Пост. А что вам можно? У нас, я знаю, как ответили бы. Что дали, то и жри. Да камняне за этот полет четыре раза подошли стюардессы. То землянику нашли. То орехи. То еще что-то. Пост. Чистая. И вот ей дали эту пищу. Она говорит. Запечатанная хорошо. Она сказала об этом какой-то подруге своей, Татьяна. А та напустилась. Да вы знаете, это евреи, это жиды, это то. Чуть ли не проклятое, это как. Я говорю, ты ответь ей следующее. И то, я к чему это говорю? К тому, что если бы я не имел Библию, не было 27-го у меня сентября, я бы и не смог ответить Татьяне-то. Она бы была в этом состоянии, как была. Я говорю, скажи. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно. Ибо все ощущается молитвой и постом. И далее. Если продается даже идоложертвенная, а это не идоложертвенная, то и оно ощущается молитвой, если бы без всякого исследования. Эти места-то писали. Я бы не знал. Я бы этой сестре Татьяне не передал. Она возрадовалась. Я ей объяснил, что означает кошерно. Там нет свинины, нет запрещенной пищи, нет крови. То есть, все по ветхому завету. Нам это помешает? Что у нас едят? Никто не проверяет. Да они там нашептывают, они там специальные молитвы, заклинательные. А ты видел это? Знаешь это? Зачем же ты обманываешь людей? Эта ложь просто открывается. Чистая пища. Ну а если, как ты говоришь, сотвори крестное знамение, перекрестись и молись, тебе ничего не повредит. И поэтому мое отношение к ненастей, к евреям изменилось на другое. Благословляй семя Авраамова. И ты будешь благословен. Я принял, и на мне это исполнилось. Я благословен у Бога. Меня Бог сохранил. Не проклинай семя Авраамова, не поноси его, иначе ты будешь проклят. И я всем говорю, не проклинайте евреев. Благословляйте их. Даже тех, которые обобрали Россию, что 70 лет на них работали, перестройка нас ограбила. Ничего не вернуть. Будешь злобиться, сделаешься еще хуже. Сам себя кусать будешь. Ты благословляй это племя. И говори, Господи, ты пришел к своим, свои тебя не приняли. Обрати их на путь покаяния. Не Машиах, которого ждут, который антихристом будет. А если не висит ты, Христос Иисус. Истинный Господь и Бог наш. Второе лицо Святой Троицы. Ты знаешь, как ответить. Хотел обратиться к каждому. Проверьте себя. Когда у вас произошла встреча со Христом? Была ли она? Если не было, проси. Это просто так не может быть. Да, ты ходил с мамой или с бабушкой в церковь. Но это не обращение. Родиться в христианской семье нельзя. Мусульманинам можно родиться, а христианинам нельзя. Это перемена жизни. Там научили, обрезали. Он ходит в мещи, совершает намаз. Не получится в христианстве этого. Здесь должно быть водимым Духом Божиим. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Там этого нигде не знают об этом водительстве. Дух ли Божий тебя привел? На каком стихе Он тебя остановил? Обязательно у тебя должен быть стих. В этом я уверен. Апостол Павел об этом говорит. Антоний Великий говорит. Проверь. Бывает человек, я говорю, обращался пять лет. Не бывает родов пять лет. А они могут быть сутки затяжные, окончаются смертью. У меня это было в течение пяти минут примерно. Почему? Все было готово. Я покупал всякие броширки, взрывы экземпляры, где есть божественные. Вырезал с одной и с другой стороны, наклеил, чтобы прочитать. Душа рвалась. Заметьте в своих детях тайну. У него бывает, когда родителей нету. Не в холодильник залезть и съесть что-то. Когда никто не видит. А помолиться. Скрыться где-то. И все равно, рано или поздно, вы увидите, как он скрылся. И стоит и молится. Это избрание Божие. Если нет, расскажите детям об этом. Если этого нет, это все ваше сегодняшнее кончится. Камуфляж будет снят. Будет все по-другому. Я опираюсь на сегодняшний день. Господь возвих свой крест высоко в моей душе. Я пою ему Аллилуйя. Не было бы стихов, песнопений, которые на мои стихи. Не было бы духовного рождения детей. Не было бы тех людей из сектантов, которые пришли, которые стали священниками. Через которых теперь идет проповедь истины Господней. Не было бы моих писем, книг, рассылаемых президентом в королевской библиотеке патриархам. Ничего. Пустое место. Вот что значит встреча со Христом на пути в Дамаск. Господь говорит, я покажу, сколько ему должно пострадать. А она не только пришла, уже ответ. У него назначены страдания. И в это время я обращаюсь, пишу стихотворение, оно сохранилось. Я сижу у камня, задумался, как старик какой-то сидит. Ну я-то не старик, 23 года. Он слушает шепот воды в речке. Вспоминает тюрьму позади, сколько страдать пришлось. И благословляет Бога. Как на картинке написано. И когда помолились, я увидел, кто позже увидел, Еремеев Михаил Александрович, Иоанна Матвеевна. И к ним заезжают чуть ли не все люди, которые приезжают в общину. Открытые двери. Мне так это понравилось. У нас дома этого не было. И Бог как копирку снял. У того была блокада Ленинграда, зенитчиком была, у меня тюрьма. Все второе, как будто бы кто-то скопировал. Первая молитва, она услышана и отобразилась. А хотел я, не хотел, я об этом никогда не задумываюсь. И в конце прошу, если для меня слово стало светильником магии моим и светом стезе моей, попросите это для себя и помолитесь обо мне, чтобы мне правильно закончить жизнь. Что я доживу до 76 лет, все смеяться-то никогда. Это невозможно. Ни по каким расчетам не выходило в моих рассуждениях. Но я живу, и для чего живу? Один Бог только знает. У меня сильные нападки сейчас идут всюду. От священства. Эта благодать Божия посетила меня, особая благодать. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда на небесах. Прошу Ваших святых молитв, чтобы правильно, благословенно, со Христом закончить эту жизнь. Аминь. 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 Поконяемся на мир, и святое воскресенье твое слое. Поконяемся на мир, и святое воскресенье твое слое. И святое воскресенье твое слое. Поконяемся на мир, и святое воскресенье твое слое. Поконяемся на мир, и святое воскресенье твое слое. Поконяемся на мир, и святое воскресенье твое слое. Субтитры создавал DimaTorzok